Слово По земле засиял небосвод голубой А потом появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие мои друзья Здравствуйте, мои хорошие Передо мной книга моего любимого писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина Знаете, какие слова я прочитал в предисловии к этой книге? Кто хочет тепла и покоя в этом мире холодных бурь Прочти эту книгу И на сердце станет отраднее Сегодня нас ждет рассказ Который называется «Святая святых» Слушайте Желание войти во святая святых церкви Не давало мне покоя В утренние и вечерние молитвы Я вплетал затаенную свою думу Помоги мне, Господи, служить около твоего престола Если поможешь, я буду поступать по твоим заповедям И никогда не стану огорчать тебя Бог услышал мою молитву Однажды пришел к отцу соборный дьякон Принес сапоги в починку Увидев меня, он спросил Что это, тебя отроча в церкви не видать? За меня ответил отец Стесняется после своей незадачи на клиросе А служить-то ему до страсти хочется Дьякон погладил меня по голове и сказал «Пустяки, не принимай близко к сердцу Я раз в большой праздник Вместо многолетия Вечную память загнул Да никому другому, а святейшему синоду Не горюй, молец Приходи в субботу, ковсенышный В алтарь Годила будешь подавать Наденем на тебя стихарь И будешь ты у нас церковно-служитель Согласен?» Через смущение и радостные слезы Я прошептал нашу деревенскую благодарность Спаси Господи И вот опять я сам не свой Перед отходом ко сну Стал отбивать частые поклоны Не произносил больше дурных слов Забросил игры И не зная почему Взял с подоконника Дедовские староверческие четки Лестовку И обмотал ими кисть левой руки По-монашески Увидев у меня лестовку Гришка стал дразнить «Эй, монах в каленкоровых штанах!» Я раззадорился и хотел дать ему по спине Концом висящей у меня ременной лестовки Но вовремя вспомнил наставление матери «Да не зайдет солнце во гневе вашем» Наступила суббота Умытым и причесанным В русской белой рубашке Помолившись на иконы Я побежал в собор Ко всенышному бдению Остановился на амвоне И не решился сразу войти в алтарь Стоял около южных дверей И слушал, как от волнения Звенела кровь Ко мне подошел Сторож Евстигней «Чего остановился? Входи!» Диакон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчий С вороньем-то голосом-то, а! «А здорово ты!» Карпнул тогда за обедней на клиросе Напомнил он, подмигнув смеющимся глазом Всех рассмешил только Регент, Егор Михайлович, даже запьянствовал в этот день Всю, говорит, музыку шельмец нарушил Из-за него разбойника и пью Вот ты какой хват! Я не слышал, как вошел в алтарь Алтарь, где восседает Бог на престоле И по древним сказаниям Днем и ночью Ходят со словословиями ангелы Божии И во время литургии взблескивают над чашей молнии Грешному оку невидимые Я оцепенел весь от радости Радости, не похожие ни на одну земную В ней что-то страшное было И вместе с тем светлое «Ну, приучайся к делу», — сказал сторож Вот это уголь, — показал мне Прессованный, хорошо пахнувший кругляк С изображением креста Возьми агарк свечи и разгните его Это во-первых Во-вторых, не касайся руками престола Мест сие святое Далее не переходи никогда Место между престолом и царскими вратами Грех Не ходи так же через горнее место Когда открыты царские врата Понял? От спокойного тона и встигнея И я стал спокойнее А где же мой стихарь? Спросил я Отец Диакон обещал Эх, тебя разбирает Сразу и форму ему подавай Ну и народ, ну и детушки пошли Ладно, будет и стихарь Если выдержишь экзамен на кадилово-сжигателя В это время ударили в большой колокол От первого удара Вспомнилась мне Нечистая сила Я же в мире Вздрагивает От второго бежит И после третьего Над землею Начинают летать Ангелы И тогда Надо Перекреститься В алтарь Пришел Диакон Улыбнулся мне Ну и хорошо За ним Отец Василий Маленький, круглый, чернобородый Я подошел к нему Под благословение Он слегка Постучал по моей голове Костяшками пальцев И сказал Служи И не балуй Все должно быть Благообразно И по чину Началось Всенышное бдение Перед этим Кодили алтарь А затем После Диаконского возгласа Запели Благослови Душе моя Господа Особенно Понравились мне слова Дивны дела Твоя Господи Вся Премудростью Сотворил Еси Когда Запели Работайте Господи Со страхом И радуйтесь Ему Стрепетом Я перекрестился И подумал Что эти слова Относятся к тем Кто служит У Божьего престола И опять Перекрестился Когда Читали На клиросе Шестопсалмия Батюшка С Диаконом Разговаривали Не слышно было Как батюшка Спросил Ты Деньги-то За сороковуст Получил С капитонихи Нет Еще Обещалось На днях Смотри Диакон Как бы она Нас Не обжулила Жег Баба Я Ничего не понял Из этих Отрывистых слов Но подумал Разве можно так Говорить В лотаре После всенышной Я обо всем этом Рассказал матери Люди они Сынок Люди Вздохнула она И не то Может быть Еще увидишь И услышишь Но не осуждай Бойся Осудить человека Не разузнав его От суесловия Церковных служителей Тайны Божии Не повредятся Так же сиять Они будут И чистотой Возвышаться Повредится ли хлеб Если семена его Орошены грешником Человек Еще не вырос Он Дитя неразумное Ходит он Путанными Дорогами Но Придет время Вырастет Будь к людям Приглядчив Душу его Береги Сострадай Человеку И умей Находить в нем Пшеницу Среди Сорной Травы Держи Карман Шири Поворчал отец Засучивая Щетину В драту Как я там К людям Не приглядывался Не сострадал им Не уступал А они Все же Ко мне Поволчи Относились Ты Смиренница Оглянулась бы Хоть раз На людей Кто Больше всего Страдает Простые Сердцем Тихие Уступчивые Заповеди Господни Соблюдающие Не портила бы Ты Лучше Мальца Из него Умного Волчонка Воспитать надо А не Христова Крестника Мать Так и Вскинула Сна отца Ты бы Лучше Оглянулся И узнал Кто Стоит За твоей Спиною Отец Сдрогнул Кто Да тот Кто Искушал Христа В пустыне Не говори Непутевые слова Они не твои Не огорчай Ангела своего Не вводи Ты нас В искушение А ты Обратилась Она ко мне Не всякому Слуху Верь У отца Это бывает Жизнь у него Тяжелая была Ну и Возрогщит Порою А сам-то Он По-другому Думает Последнее Себя Сымит И неимущему Отдаст В словах Человека Разбираться Надо Что От души Идет И что От крови Вот как Мудро Сказала Мама Маленького Героя Этого Рассказа Бойся Осудить Человека Не разузнав Его Друзья Мои Впереди У нас Длинная Интересная Сложная Жизнь Всегда Помните Важно Не делать Поспешных Выводов Никого Не осуждать Ни на кого Не обижаться И не таить Зла И тогда Тогда у вас На душе Будет мир И радость Я желаю Я желаю вам Всего Самого Доброго Друзья Мои Храни Вас Господь Мои Хорошие Слыши Слышно Мои Хорошие Слышно Слышно Мои Ни на кого Слышно Мои